С вами Людмила Мехлер, ваш гид на Буденском озере, и сегодня я направляюсь на остров Майнау. Майнау – это остров цветов, и расположился он на юге Германии на Буденском озере. Ромашка, украшенная бегониями, встречает гостей острова на входе, а их примерно один миллион в год. Как-то граф Бернадотт и владелец острова сказал, Майнау – это миниатюрная кокетка, требующая безраздельного внимания, очень много любви и все время новых нарядов. Именно эти наряды – цветы, он и имел в виду. И меняет свое цветочное оформление свои наряды Майнау четыре раза в год. Наверное, поэтому и стоит входной билет целых 26 евро. Немного об истории острова. Когда-то монахи монастыря Рахинау владели им и подарили его тефтонским рыцарям. Майнау часто переходил из рук в руки, пока в XIX веке остров не выкупил герцог Фридрих фон Баден. После женитьбы на прусской принцессе Луизе у них рождается дочь Виктория. Красавица Виктория выходит замуж за шведского короля и остров становится шведским. Это не просто лес. Это волшебный лес, в котором живет 120 видов бабочек из Африки, Азии и в основном Южной Америки. Находится этот волшебный лес в доме бабочек на острове Майнау. Чтобы бабочки чувствовали себя как дома, здесь поддерживается всегда одинаковая температура 28 градусов и влажность почти 90%. Среди множества тропических цветов и растений совсем рядом с посетителями порхают сотни крылатых красавиц всех форм и размеров. Здесь, в этом лесу, живет также самая большая бабочка-павлиноглазка Атлас. Размах ее крыльев достигает 30 сантиметров. Здесь же, в этом волшебном лесу, бабочки размножаются в естественной среде. Они совершенно не боятся людей, поэтому можно легко сфотографироваться с бабочкой на плече. Это одна из самых красивых бабочек мира – голубая Морфа Менелая. Знакомьтесь! Субтитры создавал DimaTorzok Эти гигантские секвои были высажены еще в 19 веке, во времена Фридриха. Ему привезли 70-сантиметровые саженцы. Фридрих заложил этот дентрарий. И вот, что из этого всего выросло. Диаметр этой гигантской секвои можно измерить в людях. Я могу сказать, здесь надо не меньше семи человек. А вы знали, что Майнау – это самое романтическое место на планете? Именно граф Ленарт Бернадотте опроверг известные слова, что жениться по любви не может ни один король. Он отказался от престола, чтобы жениться на любимой девушке Карен. Бабушка королева Виктория подарила внуку этот остров Майнау. Он получил остров в запущенном состоянии и вместе со своей женой Карен сделал из него магнит, притягивающий миллионы людей со всего мира. На этом райском острове он познакомился со своей второй женой, Соней, тоже обычной женщиной, работающей у него секретаршей. Короли могут таки все, и любовь не знает ни границ, ни предубеждений. Граф Ленарт Бернадотте умер в 2004 году, оставив после себя девять детей и впечатляющий жизненный проект – райский остров цветов Майнау. А теперь я коснусь русского следа на острове Майнау, ведь Ленарт Бернадотте – это сын великой княжны Марии Павловны Романовой, племянницы Николая II. Именно в этой церкви святой Марии на острове Майнау она и похоронена. А еще на Майнау можно не просто посмотреть цветы, но также их и купить. Вот вся эта красота продается в отдельных горшочках. На острове есть еще и дом пальм, а это перед нами самая высокая пальма. На Майнау подписано, по-моему, каждое дерево и каждое растение. Рядом с домом пальм расположился итальянский сад Рос. Рос на острове растет не целый миллион, но все-таки целое море. В общей сложности около 30 тысяч кустов. А общее количество сортов только в этом саду составляет 120. Июнь – это время королевы цветов, прекрасной розы. И королеву Рос тоже выберут. А вот и липа, посаженная в честь дня рождения королевы Виктории в 1862 году. Особое очарование острову придают прекрасные виды, открывающиеся на Боденское озеро. Пионы, рододендроны, камелия – это визитная карточка мая-июня. 350 тысяч цветов летом создают яркую и неповторимую цветочную мозаику на Майнау. Кстати, остров является еще крупнейшим селекционером этих растений в мире и, конечно же, в Европе. Все деньги, вырученные от туризма, идут на Майнау на развитие науки, в основном в ботанике. А каждый год остров принимает еще и нобелевских лауреатов текущего года, слет которых происходит, где бы вы думали, Глиндау. Как же добраться до острова Майнау? Можно и по воде, и по суше. На кораблике из Констанции или Линдау или других городов на Боденском озере. Можно на автомобиле или на автобусе, опять же, с города Констанция. А с вами был ваш гид на Боденском озере Людмила Мехлер. До новых встреч, друзья! И если видео понравилось, жмите лайк! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!